Приморский дайвер, оператор подводной съёмки Дмитрий Руда снял уникальные кадры затонувшего миноносца в окрестностях Владивостока. Видео опубликовано на YouTube-канале автора. Кадры такой чёткости сняты впервые. Во время русско-японской войны 4 июля 1904 года миноносец номер 208 русского императорского флота при патрулировании акватории залива Петра Великого подорвался на японской мине и затонул. Попытки найти этот корабль предпринимались не раз – в 30-х и 90-х годах прошлого века. Впервые он был обнаружен в 2011 году. Миноносец находится недалеко от острова Скриплёва, на глубине почти 32 метра. Конструкции корпуса корабля, пролежавшего под водой 114 лет, сильно разрушены коррозией и обросли водорослями и ракушками. Миноносец номер 208 – это единственный корабль русского флота, участвовавший в русско-японской войне, покоящийся в территориальных водах Российской Федерации. Дмитрий Беломеснов, Новости на Восьмом. В прошедшие выходные в нашем городе прошли соревнования по плаванию среди детей в спортивном комплексе «Чемпион» на базе университета в ГОЭС. Здесь происходит ежегодное соревнование по плаванию для детей, которые занимаются у нас плаванием. У нас 4 дистанции. Для детей помладше 50 метров, постарше есть 100. Дистанция более сложная. Также была дистанция 25 метров. Это детки, которые только пришли плавать. Они научились и показали, что умеют плавать 25 метров. Вот. Возраст здесь от 4 лет до 15. То есть для всех. Страшно, но я жду, что хотя бы третье место займу. Меня зовут Данил. Мне 14 лет. Попробовать хотел выступить первый раз. Попробовать занять хотя первое место, второе. Нервничаю немного, но надеюсь, что все получится. Этот спортивный комплекс был выбран местом проведения соревнований не случайно. Ведь «Чемпион» — это единственный в России спортивный комплекс таких масштабов на базе вуза, который предоставляет полный спектр спортивно-оздоровительных услуг. Что же касается школы по плаванию, то она одна из самых сильных на Дальнем Востоке. Именно здесь первый год. До этого мы 5 лет плавали в другом месте. Но продолжаем здесь свою спортивную карьеру. Мне нравится все. И вообще надо с позитивом смотреть на все. Замечательные тренера, замечательные соревнования. Все быстро, организовано. Вопросов нет. Спортивный клуб «Чемпион» собрал один из самых сильных и профессиональных тренерских составов в городе. И подтверждение тому — награды и регалии самих учеников. Воспитанники — это мастера спорта по плаванию, морскому многоборью, победители и призеры всевозможных соревнований как на региональном, так и на федеральном уровне. У ребенка это, получается, второе или третье соревнование. Занимаемся мы где-то полтора года. И, ну, волновалась, да. Волновалась, чтобы со старта вовремя ушел со свистка. И, ну, конечно, из-за результата переживали, потому что разряд хотим получить уже. Но самое главное во всем этом не тренера и даже не спортивный клуб. Самое главное — это запал в глазах детей. Ведь плавание — это тот вид спорта, который дарит здоровье и приносит массу позитивных и искренних эмоций. Я впервые участвую в соревнованиях. Занимаюсь лет пять уже. Ну, решил попробовать. Ну, не зря трачу усилия. Ну, немножко нервничаю, но, с другой стороны, ну, была не была. Все. Алина Кузина, Денис Фадеев. Новости на восьмом. Спустя несколько дней после снегопада, который обрушился на Владивосток, проезд еще остается затрудненным в некоторых дворах. Как сообщили в мэрии, добросовестные управляющие компании заранее сделали необходимые запасы песко-слиной смеси, чтобы в случае непогоды иметь возможность посыпать ею придомовые дороги и тротуары. Помимо этого, организации обязаны иметь в своем распоряжении инвентарь для уборки снега и льда. При этом жители жалуются на неубранные придомовые территории, лестницы и тротуары. Так, например, возле дома на Кирово, 32, уборка затянулась. Сотрудники управления содержания жилого фонда фиксируют нарушения и передают в государственную жилищную инспекцию. Специалисты напоминают, ответственных лиц, которые не приступят к ликвидации снега, ждут штрафы. Отметим, основные магистрали во Владивостоке обработаны. Снег, который смелее к прибордюрной полосе, собирают и вывозят при помощи специальной техники. Новая медицинская техника почти на 66 миллионов рублей пополнила главную городскую больницу Артема. Учреждения ежедневно посещают около 200 человек. Помощь в больнице номер один оказывают пациентам как самого Артема, так и Надеждинского, Шкотовского районов Большого Камня. Для учреждения закупили операционные столы, освещение, медицинские кровати и прикроватные мониторы, систему ультразвуковой диагностики, рентгенаппарат, аппарат для гистологической обработки ткани, электрокардиограф и многое другое. В июне здесь собираются поменять лифты. Специалисты уже отмечают положительную динамику, сокращается количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, в больницу пришли работать четыре молодых специалиста. Тех, кто изъявил желание трудиться в медучреждении и дальше, получили подъемные. Конфликт в детском саду Владивостока из-за ремонта дошел до губернатора. Олег Кожемяка с внеплановой проверкой посетил садик номер 111 после обращения родителей, которые пожаловались на поборы за ремонт и санитарные содержания. Одна из родительниц отметила, что деньги насильно с них требуют, но ремонт в группах они должны проводить за свой счет, а отчет о расходах им не предоставляется. Заведующая учреждением не смогла дать внятный ответ о конфликте. Проверяющие отметили, что такая ситуация недопустима. Губернатор поручил организовать проверку деятельности руководства детского сада, в том числе, чтобы выяснить, куда и как направлялись деньги, собранные с родителей. Проверяющие отметили и скудное меню в столовой, с чем также необходимо разобраться. 60 фур с овощами зашли в Приморье из Китая. Основной поставщик – оптовая база «Дружба» снизила цены на продукцию. Следом ожидается снижение цен в торговых сетях края, сообщает правительство региона. Так, по словам специалистов, килограмм помидоров в зависимости от сорта сейчас стоит 100-145 рублей, огурцы – 95-120, перец сладкий – от 130 рублей, салат – 140. Также подешевели овощи борщевого набора. Вся продукция поступит в торговые сети, что позволит предупредить дефицит. Напомним, овощи буквально пропали с прилавков Приморья после закрытия границ с Китаем и ситуации с коронавирусом. Сейчас к решению проблемы подключились власти. Поставки из Китая возобновились. Приморье в данный момент ищет новых партнеров. Работает телефон горячей линии, куда жители могут обратиться с жалобами на слишком высокие цены. Ветеранам Владивостока на День Победы администрация города подарит сертификаты в аптеку на 7 тысяч рублей. Соответствующий контракт разыгрывается в рамках проведения городских мероприятий, посвященных Дню Победы Советского Народа в Великой Отечественной войне. В техническом задании говорится, что исполнитель должен обеспечить приобретение подарков для 240 человек. Кроме того, как пишут электронные СМИ, подрядчик должен изготовить 240 подарочных конвертов по дизайн-проекту, утвержденному администрацией города. Нужно предоставить три варианта. Сертификаты должны быть доставлены адресатом 6 апреля по 9 мая 2020 года. Отметим, в прошлом году ветераны уже получали аналогичные подарки. Это были сертификаты номиналом 5500 рублей. Их можно было потратить на лекарства, медицинское и профилактическое оборудование. В Дальневосточной столице продолжается проект «Владивосток. Город воинской славы». Мероприятие проводят Управление по делам молодежи совместно с Музеем истории Дальнего Востока имени Владимира Клавдиевича Арсеньева. Проект представляет собой экскурсии для ребят. Они могут узнать о героических событиях, которые происходили во Владивостоке, о судьбах людей во времена Великой Отечественной войны и многое другое. Кроме того, школьников Владивостока приглашают поучаствовать во Всероссийском конкурсе исследовательских работ «Правнуки победителей». Прием работ на региональный отборочный этап продлится до 15 марта. В конкурсе могут принять участие школьники в возрасте от 11 до 18 лет. В своей работе нужно проследить боевой путь родственника, который стал участником Великой Отечественной войны или был тружеником тыла. Жюри отберет пять лучших трудов, авторы которых и станут участниками Всероссийского и одновременно международного этапов конкурса. Всероссийский этап конкурса пройдет с 1 апреля по 9 мая. Эксперты выберут 17 лучших работ. Победители получат памятные подарки и дипломы, а также примут участие в шествии Бессмертного полка в Москве 9 мая. Бесплатные курсы по русскому языку стартуют во Владивостоке. Занятия организованы в рамках акции «Тотальный диктант». Все желающие смогут вспомнить правила орфографии и пунктуации, получить консультации филологов и повысить свой уровень грамотности. Активисты напишут мини-диктанты по текстам автора «Тотального диктанта 2020» Андрея Геласимова и совместно с преподавателем разберут ошибки. Сам «Тотальный диктант» в 2020 году пройдет уже в 9 раз 4 апреля в сотнях городов по всему миру. Готовиться к нему во Владивостоке можно будет на вузовских площадках. Занятия в ДВФУ начнутся 22 февраля и будут проходить каждую субботу в кампусе на острове Русский, в научной библиотеке и читальном зале естественных и технических наук с 13 до 15 часов. Во ВГОЕСе занятия стартуют 28 февраля. Подготовительные курсы также пройдут в библиотеке БУК. Прием заявлений на участие в государственной итоговой аттестации для выпускников 9 классов продлили до 2 марта в Приморье. В испытаниях примут участие около 19 тысяч человек. Выпускник должен написать в своей школе заявление, в котором указываются выбранные для сдачи учебные предметы. Для получения аттестата об основном общем образовании ребятам из 9 классов необходимо получить положительные оценки сразу по двум обязательным предметам – русскому языку и математике, а также двум предметам по выбору. К дисциплинам по выбору относятся литература, физика, химия, биология, география, история, общество знания, информатика и ЕКТ, иностранные языки. Формат проведения приближен к формату единого государственного экзамена ЕГЭ, который сдают выпускники 11 классов при окончании школы. Уникальные кадры родов и первых минут жизни детеныша Ларгии в естественных условиях получили ученые Дальневосточного морского заповедника, сообщает Риа Влад Ньюс. Отмечается, что в конце января тюлени со всего залива Петра Великого приплывают на острова Римского Корсакова. Каждый год они возвращаются на акваторию заповедника для того, чтобы рожать и выращивать свое потомство. Этот период длится до конца апреля. Ученые ведут скрытое наблюдение за животными, поэтому получают уникальную достоверную информацию. В этом году камеры зафиксировали 1-го новорожденного 2-го февраля на острове Кентавр. 14-го февраля впервые удалось снять сам процесс родов. Детеныш появился ластами вперед. Камеры показали, что спустя несколько дней этот белек живет, кормится и набирает вес. Партнер выпуска новостей – Торговый дом Планета Безопасности. Хотите знать, когда приходят ваши сотрудники? Кто звонит вам в дверь? Где поставить машину? Планета Безопасности ответит на ваши вопросы. Никто не опаздывает, только желанные гости. Нет проблем с парковкой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова